А так, в целом, внешняя таверна работает по аналогии с внутренней. Вот смотрите, здесь у вас Терек и Гурнисон. Если вы зайдете внутрь вашего города, у вас точно так же будет Терек и Гурнисон. Все то же самое. Также заметьте, что у вас сейчас, видите, мало информации в гильдии воров. Если вы во втором городе, который вы захватили, тоже построите таверну, то теперь, когда вы будете заходить в эту гильдию воров, у вас уже информации больше. Например, уже видно, что у синего игрока больше золота, потому что его флаг находится левее. Дерево и руды у синего тоже больше, потому что его флаг находится левее. Чем левее, тем лучше. То есть, более высокое место занимает в этом компоненте тот или иной игрок. Таким образом, если вы отстроите очень много городов, вы, конечно же, получите и довольно много информации. Вот давайте с вами захватим еще некоторые города. Этот город вообще пустой. Такое бывает. Тоже захватили. Тоже захватили. Заодно и наш герой качается. И тоже захватили. И давайте строить таверны и смотреть, насколько у нас будет увеличиваться количество информации. Итак, после третьей появившейся таверны, вы, точнее, после второй начинаете уже видеть статы вашего врага. После третьей у вас еще добавляется возможность видеть ртуть, серу, кристаллы и самоцветы. Мы видим, что в этом компоненте синий тоже побеждает. По количеству найденных обелисков пока что наравне. Ни мы ничего не посещали, ни он не посещал. Переходим к следующему городу. Тут нам уже, кстати, даже и на таверну не хватает. Но можно будет дойти и дальше.